Хау, нехоу, дорогие друзья, у микрофона Чик-Чоча, и сейчас я расскажу вам байку по сериалу «Ходячие мертвецы». Бэм, Рикардо с дырявой бочиной, шатаясь, стоял возле той самой больничной койки, на которой 4 года назад очнулся в самый разгар зомби-апокалипсиса. В койке лежал еще не знающий горе шериф с первого сезона. Хм, чем так пахнет? Ха-ха-ха, сто пудов горохом. Хуя себе посетила! Рик очнулся на все той же арматуре. Поотдаль от него шоркали подошвой вонючие мертвецы. Проявив смекалку, Рик вытащил высококачественный ремень с крокодильей кожей за 320 рублей и, схватившись им за железные прути сверху, потянул свою тушку вверх. А-а-а, бля, как будто родил. Да, ковыляв до паникующей лошадки, да почесав ей за ушком, чтобы успокоилась, Рик запрыгнул в седло и поскакал от гнилья куда подальше. А пока Рик думал, каким пальцем заткнуть дырочку в бочине, королева-бомжа Джейдис пыталась встретиться с людьми из таинственной организации. Ну же, ну же, давай, заводись! Кусок козьего говна, застрявший между протекторами подошвы! Прием, Джейдис, это я! Тоже статус! У меня тачка не едет, мне нужно время. Я найду другую и приеду на место встречи. Ну хорошо... Хватит! Так затянуто говорить! А сама-то, сама-то, говоришь как баба-конь. Ой, все! Рик тем временем свернул немножечко влево и наткнулся на избушку без окон и дверей. Зайдя внутрь, шериф узрел несколько высохших трупов, после чего принялся вытирать тряпками грязь с пальцев, чтобы заткнуть рану. Из-за обильного кровотечения Рику постоянно хотелось пускать слюну на подушку, что случилось и в очередной раз. В стороне Морфия Рик снова оказался на пути к Атланте, где он созвонился с братухой Шейном, дабы заживать еще раз хрустящей картошечки фри. Алло, Шейн! Че, братуха? Че делаешь? Картошку фри лопаю, подтягивайся! Бля, я помню этот день, эта татька кувыркалась хлеще, чем ты с моей женой, пока я лежал в коме. Ходят слухи, ты в лучшие друзья роднека вонючего завел! Ну да, завел. Помню я его! Постоянно на скунсов охотился! На белок вообще-то? А я вот знаешь ли, в сериале сниматься начал! Называется Каратель! Какой еще Копатель? Каратель! Ты специально это, да? Специально! Каратель! Ок! Это сериал про крутого морпеха, ты меня понял! Какатель! Вот же сука! Каратель! Рик проснулся в холодном поту, чуть было не укушенный ходячим трупом. Немного обгадив трусы от страха, шериф судорожно выбежал из избушки, окруженной ходячими мертвецами. А тем временем в Александрию притопала миссис Доброе Сердце Мэгги Грин. Разъяренную вдову встретила Мишон. Мэгги, ты пожалеешь об этом. Ты не сможешь это сделать. Уж поверь, моя рука не дрогнет. Я заставлю его назвать меня Еленой. Мэгги, ну почему ты стала такой злой? Нехватка секса тут ни при чем. Вообще. Да. Ясно? Да. Я помню. Каково это? Мне нужно кого-нибудь убить. Вперед, сестренка. Горькая шоколадка отдала ключ от камеры Нигана, после чего Мэгги подошла к клетке со зверем. Дай угадаю, хочешь, чтобы я и в твою кружку нассал? Назови меня Еленой. Тебя же вроде как-то по-другому звать. Назови меня Елена. Допустим. Елена. А не отсосешь ли ты мне? Биту. Сама того не ожидая, Мэгги почувствовала легкое покалывание ниже пояса. Ну что, мы закончили, или ты дашь мне поссать в свою кружку? Мэгги ворвалась в клетку и швырнула обросшего Нигана о стену. Из-за тебя у меня нет секса. Не только у тебя. О чем ты? После того, как Рик победил меня, я потерял сексуальность. Меня никто не хочет, у меня никого нет, а так хочется. Чтобы кто-нибудь обнял, приласкал, пустил руку в штаны. О господи, Елена. Я так хочу обнимашек. Мэгги увидела перед собой не злодея, которого хотела убить, а такую же одинокую душу, как и она сама. Как ты думаешь, у нас с тобой есть шанс? Вместе. А кожанку найдешь? Ее выкинули. Нету кожанки. Тогда ничего не выйдет. Ниган, роняя слезы да поджав хвост, вернулся в одиночную камеру, где продолжил страдать сперматоксикозом Мэгги, ты что, его не убила? Ему хуже, чем мне У меня-то хоть дома рякушки на батарейках есть Эй, сестрички, там в строительном лагере стрельба А пока козочки поднимали тревогу, Рикардо продолжал монотонно скакать от мертвецов Такой движняк нагонял на раненого шерифа лютую тоску Из-за чего тот опять благополучно пустил слюну прямо на гриву лошадки Легкая рукаморфия отправила Рика прямиком на ранчо к старому доброму бздуну Хершелу Прости Бля, ну Хершел Сейчас проветрится, смотри Это закат Солнце Эээ, я это и так знаю, разве ты не должен сказать мне что-то поучительное? Это с хуёв Ну типа я тут помирать вздумал и ты должен мне что-то сказать Рик, у меня геморрой Огромный Это что-то забуалированное Нет, это торчащая кишка Из жопы Спасибо, Хершел Давай обнимемся Давай Береги свои кишки Спасибо, пердон Пиздец, ты колючий Хершел, я боюсь умирать А ты не бойся Ах, бля, пиздец, он топовый советчик Вообще не в тему приснился Чё там дальше? Рик оказался среди горы трупов Это, это ещё что за херня? Горы трупов? Алё, советчики хуевые, подъём Джио, нига Ну здравствуй, Рик Гримс Ну здравствуй, моя подруга Джио Ты что забыл моё? Имя Я What the fuck, нига Классно Не помню Мужское имя Буква С Серёга Пошёл нахуй, Рик Гримс Рик свалился с лошади После чего кобылка убежала далеко и надолго Позади шерифа нагоняла стадо мертвецов Коваляя ногой, ибо ударился об камушек Стойкий шериф Рик Гримс Удирал отходячих прямиком через тот самый злополучный мостик От которого он хотел их увезти изначально Сука, не получилось Думал про себя Рик На ходу придумывая план Как не позволить мертвецам его пересечь Сейчас отдохну, подумаю В последнюю миллисекунду на помощь перешёл Реднек И вся остальная шайка друзьяшек Эй, здорово народ, классно выглядите А нихера у него дырка в бочине Ай да смотреть Дэрил прикрывал Рика от трупов Пока тот кубатурил, как остановить стадо К счастью, мертвецы сами подсказали решение Ха-ха, смышлёные ублюдки Вроде я стою достаточно далеко Надеюсь, меня ударной волной не заденет Да не должно Из-за слишком большой потери крови Математические расчёты были неверными Посему Рика снесло к хуям ударной волной Друзья не могли поверить своим глазам Шериф Рик Граймс погиб из-за хреново работающего глазомера Тем не менее, план сработал И трупы принялись нырять в реку Как сухие хлопья в тарелку с молоком А пока наши герои обмазывались соплями За столбом дыма наблюдала бомжиха Джейдис Которая наконец-то доковыляла до точки сбора В небе появился секретный вертолёт Секретной организации Но Джейдис увидела горы обгоревших трупов в реке А у бережка и охлаждающегося шерифа Рика Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Я не одна Можно друга взять с ночёвкой Он правда с дырочкой в бочине и весь какой-то грязный Душ работает Ну Джейдис, ну бомжиха С тебя бутылка пива Нет, две, две бутылки Рик, Рик, ты меня слышишь? С тебя три бутылки пива Две им Одну мне Рика увезли в далёкие края, где растут огромные грядки гороха А среди друзей нет ни одного реднека И никто не трахает чужих жён Бэм, шесть лет спустя Ой, господи, эти трупы нас окружили Держимся вместе Плечом к плечу, как мушкетёры Кто, блядь? Из лесу послышались выстрелы Бегите сюда Бесклявый голос указал путь выжившей группе Из-за чего ребята остались целы и невредимы Блядь Давай быстрее, коза Здравствуйте, а я вас спасла Слышь, соплячка, это твоя шляпа валяется? Ой, да, опять упала Это не шляпа А кепка Бэм, спасибо за просмотр, друзья Очень вас прошу, ставьте лайк Пишите комментарий, подписывайтесь на канал И нежно нажимайте колокольчик Это очень помогает развитию канала А я с вами прощаюсь до следующего видео Адьос, амиго, с собой нас Тотчас, сеньори